Здравствуйте! В эфире выпуск в студии Вера Ионкина и о главных событиях к этому часу. И начнем с международных событий. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что из-за нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии речь о войне с Ираном не идет. Глава Белого дома подчеркнул, что для решения этого вопроса существует несколько вариантов, и самый крайний из них – военная операция. Ранее Тегеран через Швейцарию направлял Вашингтону послание, в котором отверг свою причастность к нападению на нефтяные объекты, а также заверил, что даст ответ, если против Ирана будут приняты какие-либо меры. Владимир Жириновский считает, что в настоящее время против Исламской Республики формируется негативное общественное мнение, чтобы позже было проще начать войну. Во всех войнах, революциях, провокациях есть корыстный интерес, материальный. Взлетят цены на нефть и заработают страны, которые продают нефть. Мы продаем, выигрываем и Америка. Но это выгоднее Америке, потому что нам не выгодно нападки на Иран. И Иран все-таки в зоне риска. В свое время по Ираку ударили, убрали Саддама Хуссена. И есть план все-таки как-то прижать Иран. Это огромная страна, ее нельзя прижать. Но здесь двух зайцев убивают, те, кто совершили налет на мощнейшие нефтехранилища. Это свалить все на Иран. И посмотрите, помните, танкер захват, виноват Иран. Горят нефтехранилища, виноват Иран. Убьют где-то американцы, виноват Иран. То есть они готовят общественное мнение, вдруг придется им через какой-то срок нанести удар по Ирану. Вот смотрите, народ возмущен, страны возмущаются. И цена на нефть. Здесь, к сожалению, но все-таки это наши интересы. Мы выигрываем. Цена будет и 80 долларов за баррель, и 90, и 100. Это нам выгодно. Но это же замедляет мировую экономику в целом, которая отражается на всех странах. Да, американцам это выгодно. Китай проигрывает. Ему нужно много нефти, она дорогая. Европа проигрывает. То есть Америка, если она организовала через хусидов, может быть даже, еменских, нападения, она заработает, Россия заработает. И возможность каким-то образом давить на Иран. А третий вариант, почему так происходит? Опустить Китай. Очень дорогая нефть. Опустить Европу. Дорогие энергоресурсы. Поэтому здесь мы автоматом вслед за Америкой только выигрываем. Потому что у нас будут покупать китайцы и европейцы. Но в таком случае как себе вести Россию? Мы, так сказать, против того, чтобы где-то поджигали какие-то нефтехранилища. Мы всему миру предлагаем нашу самую мощную противовоздушную оборону. Любой дрон, любое, все, что летит в направлении этой страны, будет уничтожено моментально. Но почему Саудовская Аравия не купить у нас? Не только С-400, С-500 можем продать. Можем быстро изготовить С-600. Уже с разработки С-700. То есть сверхуниверсальная система ПВО, она закрывает страну. Ничего, воробей не пролетит. Теперь о делах российских. Пост руководителя пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области покинула Ирина Алашкевич. Дама прославилась на всю страну после того, как оскорбила жителей пострадавшего от наводнения Тулуна. Чиновница написала заявление по собственному желанию. Также извинилась перед людьми. Уничижительные высказания в адрес россиян из уст представителей власти явление сегодня нередкое. Депутаты фракции ЛДПР предложили внести в Уголовный кодекс новую статью об оскорблении совершенным должностным лицом. Наказание, предусмотренное по ней, варьируется от полугода до пяти лет лишения свободы. Фракция ЛДПР неоднократно говорила о том, что сегодня наших государственно-гражданских служащих, муниципальных служащих нужно тестировать, проверять, в том числе при приеме на работу. И раз они такие вот непутевые и бестолковые, им как детям нужно объяснять, что такое хорошо, что такое плохо, вводить довольно жесткие этические нормы и правила служебного поведения. Мы знаем, что такие акты приняты были в 2010 году. Они носят рекомендательный характер, типовой кодекс служебного поведения гражданского и муниципального служащего. Не нужно акцентировать внимание, что за 10 лет у нас и социальные сети получили серьезное развитие. Практически все служащие имеют аккаунты, активно комментируют происходящие события на интернет-ресурсах. И, разумеется, сфера интернет, сфера социальных сетей тоже должна быть зоной, в которой установлены правила служебного поведения. Чиновник должен при поступлении на работу с ними очень внимательно ознакомиться с тем, чтобы у нас страну не потрясало и избиратели не раздражало. Очередное заявление государственного и муниципального служащего, оскорбляющего своих избирателей, называющего их алкашнёй, быдлом, купающийся в золоте, в шоколаде, в нефти или в чём-либо другом. К уменьшению числа малых и средних предприятий, а также осложнению финансовой ситуации в муниципалитетах, может привести отмена единого налога на вменённый доход, который запланирован на 2021 год. Так называемой «вменёнкой» сейчас пользуются 200 тысяч юридических лиц и почти 2 миллиона индивидуальных предпринимателей. Во фракции ЛДПР высказали озабоченность возможной отмены единого налога. Положение, которое критирует налоговый кодекс в части, отменяет единый налог на вменённый доход для большого круга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в различных сферах экономической деятельности нашей страны. Нужно сказать, что фракция ЛДПР разделяла озабоченность экспертного сообщества, предпринимательского сообщества, которое настояло в принципе на том, чтобы ЕНВД, или так называемая «вменёнка» и патентная система продолжали своё функционирование и с 1 января 2020 года, и в последующие годы, вплоть до 2024 года, того рубежа, которым сегодня обозначены конечные цели национальных проектов президента Российской Федерации. Нужно сказать, что эта особая форма налогового режима не зря пользуется огромной популярностью у малого и среднего бизнеса. Стоит сказать, что, допустим, даже в моих регионах доля малого и среднего бизнеса, который использует вменёнку и патентную систему, составляет 60-65%. Не нужно говорить о том, что отмена ЕНВД, в том числе для предприятий, которые реализуют товар, подлежащий обязательной маркировке, конечно, очень сильно ударит в первую очередь по малому и среднему бизнесу, который фракция ЛДПР защищала с момента своего основания. В целом по стране у нас на вменёнке и патентной системе находятся 200 тысяч юридических лиц и 1 миллион 800 тысяч индивидуальных предпринимателей. И, конечно, такая очень жёсткая реформа повлечёт нарушение стабильности их финансового состояния и в крайнем случае приведёт к закрытию большего числа из них. И в первую очередь, конечно же, тех предприятий, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые сегодня работают в сельской местности, где законы конкурентного рынка даже сегодня работают с очень большим сопротивлением. И не нужно говорить, что в случае увеличения фискальной нагрузки на них они будут вынуждены просто закрыться. Думская большинство отказало в помощи почти 2 миллионам нуждающихся в поддержке. Категория неполных семей была постоянно у нас на последнем месте. Видимо, власть стеснялась, что очень много воспитывают нас матери или отцы самостоятельно, детей. Потому что не создали условия, чтобы семьи бы сохранялись, потому что никогда не было хорошего жилья, питания, хорошей зарплаты. И подачи эту категорию, чтобы их не было. Ещё недавно было пособие 50 рублей. Это позор. На целый месяц ребёнку 50 рублей. Чудовищно. Как можно такие пособия устанавливать? Тем более, это никак не повлияло бы на инфляцию. Надо вообще сделать помощь семье только в масштабах федеральном. Потому что мы опять, вот здесь бы комитет бы сказал, что же мы делаем. В Москве 7 тысяч даём на этого ребёнка. А 100 километров от Москвы уже там полторы тысячи могут давать. Дети-то одинаковые. А мы бросили всё в регионы, чтобы там, так сказать, решали. А там тоже не решают. У них ещё меньше денег. Сейчас ведь до трёх лет на федеральном уровне мы с вами выплачиваем этим нуждающимся семьям. Не выделяя категорию, значит, одиночек. А мы продлеваем до 18 лет. Что вы здесь нашли непонятно вам с точки зрения терминов. Уже до трёх лет мы платим. Мы говорим, давайте до 18 лет. И понимая, что на всех денег не хватит, мы выделяем категорию только мать или отец-одиночка. Потому что они более нуждающиеся. Ибо там один доход. А иногда и одного дохода нет. Плохо, что вы не будете поддерживать. Мы уже много раз говорили. Это способ увеличить население наше. Вы не хотите. Сперва вы не хотите паспорта дать русским, чтобы они стали гражданами и приехали. Теперь вы не хотите дать деньги. Особенно это касается бедных регионов. Там, где и больше всего матерей и одиночек, в русских регионах. Потому что больше всего русских мужчин сажали в тюрьмы, убивали, на войну посылали и так далее. И вот это ваш, как бы я считаю, сегодня клеймо. Клеймо! В Государственной Думе открылась выставка, посвященная истории транспорта России. Экспозиция содержит архивные фотоматериалы, подборку ключевых законов, указов и решений в сфере транспорта. А также уникальные экспонаты из коллекции музея Министерства транспорта, Центрального музея железнодорожного транспорта, а также музеев морского флота и гражданской авиации. На торжественной церемонии открытия выставки побывал Владимир Жириновский. 116 миллионов пассажиров только российскими и компаниями. А это авиация? Да, железнодорожный транспорта в прошлом году 6,5 миллиардов пассажиров. Да, 7,5 миллиардов. Мы там, знаете, всю жизнь мы едем на площадях, на буйволах. На всех ваших мероприятиях, по телевизору, на всех вокзалах напишите. Мы все пассажиры, вся страна, мы все 150, мы все. Это у нас всех. Мы не все больные, мы не все ученики, мы не все торговцы. Но мы все пассажиры, все обязательно ездят. Чтобы российская экономика была с преимуществом транспортная, никто не говорит. А это имеет значение. К вам не идут самые талантливые. К вам Королёвы должны идти свои, Солковские по транспорту. А где они? Вы изучаете этого, Глушко Валентин Иванович, его идея пневмотранспорта? Они знают, ваши студенты, про такого академика? Ничего не знают они. Ну а кто это изобрел? Академия Глушко, Валентин Иванович, где он? Он умер, студенты ничего не знают. Вот давайте все это поднимите, чтобы был более высокий вклад транспорта для развития нашей страны. И к этому часу это были все новости. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok